Привет город! В студии с вами я, Наталья Хорошилова и команда Сигмы. Новости это пятницы. Смотрите в нашем выпуске. Мы начинаем. За последние сутки на Ямале выявили 174 новых случаев COVID-19. Это 15 автовиков и 159 человек в населенных пунктах. Выздоровели 54 пациента. В лидерах по-прежнему Салихард. На 23 октября там 32 новых заболевших. Потом идет Ноябрьск и Надым. Увеличилось количество пациентов в тяжелом состоянии. Сейчас их 23. Также стало больше тех, кто находится под аппаратом ИВЛ. Таких пациентов 11. А вот в крайне тяжелом состоянии по-прежнему трое. Еще плюс 5 погибших. Из них трое в Новом Уренгое. Это 80-летняя женщина и двое мужчин. В Салихарде также умерла одна 65-летняя женщина. И один мужчина в Надыме. Врачи сделали все возможное, но спасти этих людей не удалось. А вот в России более 17 тысяч новых коронавирусных. И это новый антирекорд. Пошли на поправку за последние сутки более 11 тысяч человек. Погибло около 300. На Ямбургском месторождении при медико-санитарной части «Газпромдобыча Ямбург» с начала сентября заработала клиникодиагностическая ПЦР-лаборатория. Метод исследования с помощью ПЦР полимеразно-цепной реакции – один из самых точных и надежных на сегодня способов диагностики многих инфекций. Но пока лаборатория будет специализироваться на проведении единственного анализа на коронавирус COVID-19. Подробности в сюжете нашей коллеги Нелли Харуддиновой. Коридор и бывшие палаты физиотерапевтического отделения Ямбургского стационара. Сегодня здесь располагается ПЦР-лаборатория «Газпромдобыча Ямбург». В помещениях сделан соответствующий ремонт, закуплены необходимые оборудования и расходные материалы. Персонал прошел специальное обучение, а главное – лаборатория получила официальную регистрацию. Вся процедура и полноценная работа лаборатории возможна только еще после определенного периода работы, когда положительные и сомнительные результаты мы обязаны отправлять в Центр гигиены и эпидемиологии, в бактериологическую лабораторию центров Новую Рингой и переподтверждать вот эти анализы. Отрицательные результаты наши признаются легитимными, но положительные мы пока вынуждены переподтверждать. Сертификат на самостоятельное выявление COVID-19 Ямбургской лаборатории выдадут позже. Будет критерием оценки работы временной промежуток или количества сделанных анализов, решат в Центре гигиены и эпидемиологии в Янаум. Важно, чтобы совпадение с Новую Рингойской лабораторией, где сейчас положительные и сомнительные результаты проходят подтверждение, было не менее 85%. На данный момент этот показатель даже выше. Значительно выше стала и скорость получения результатов анализов. Если изначально, когда начинался коронавирус на Ямбурге, когда мы вынуждены были это делать в лабораториях Центра гигиены Нового Рингоя, то эти анализы делались очень длительное время. Это как минимум недели, а то и более. Здесь мы можем себе позволить работу лаборатории практически хоть каждый день. Мы можем забирать сегодня, и сегодня же делать анализы и получать результаты. Сама лаборатория представляет из себя три оборудованных бокса с отдельными входами. Между собой они сообщаются передаточными окнами. В первых двух помещениях специалисты имеют дело с живым вирусом, поэтому посторонний вход туда воспрещен. А лаборанты и врачи работают с соблюдением повышенных мер безопасности. В первом боксе у нас происходит первичная обработка, сортировка, маркировка и регистрация материала клинического от пациентов. На втором этапе происходит выделение рибонуклеиновой кислоты РНК коронавируса из клинического материала. Это процесс трудоемкий достаточно, требует большой точности движений, ясной головы и, как говорится, твердой руки. Это, наверное, самый продолжительный и трудоемкий процесс во всей ПЦР-диагностике. Следующим этапом, вот третий бокс, где мы сейчас находимся, это выявление уже непосредственно РНК коронавируса. Обнаружение РНК-вируса происходит вот в этом приборе. Он называется амплификатор. Помещенные в него пробы со специальными реагентами в течение полутора часов многократно нагреваются и охлаждаются. В результате полимеразной цепной реакции происходит копирование генного материала. Поскольку в процессе реакции количество копий РНК-вируса нарастает, прибор улавливает флюоресцензу, возникающую во время этой реакции. И мы видим график нарастания этой флюоресцензии, то есть увеличение числа копий в геометрической прогрессии, что соответствует положительному результату. Значит, в этих пробах есть коронавирус. Отрицательный результат мы видим в виде горизонтальной прямой. Производительность аппарата достаточно высокая. Правда, работать на полную мощность ему еще не приходилось. В зависимости от потребностей стационара и поликлиники вахтового поселка, специалисты лаборатории исследуют за раз 40-50 проб. Результаты в основном отрицательные. Когда COVID-19 отступит, наличие ПЦР-лаборатории позволит проводить диагностику других видов инфекционных заболеваний. Нелли Харудинова, Денис Курдаков, Ямбург. Новое высокотехнологичное оборудование поступило в Новорингойский психонерологический диспансер. Его приобрели за окружные деньги. Подобных аппаратов в России единицы, а метод лечения активно используется в Европе, как замена таблеток. Вместо трех месяцев приема серьезных лекарств, один месяц физиотерапии. Принцип работы аппарата – электростимуляция головного мозга. Это поможет в лечении и реабилитации людей с психическими расстройствами. Магнитные импульсы воздействуют на конкретные точки мозга. Благодаря аппарату можно простимулировать развитие речи у детей при задержке или у взрослых после инсульта. Но варенгойцам больше не придется ездить за получением такой помощи в Тюмень, Москву и Санкт-Петербург. Также магнитные импульсы способны вылечить шизофрению, панические атаки, нарушение сна и депрессию. Услуга бесплатна по полису ОМС. Жизнь людей на Крайнем Севере – это не просто минусовые температуры. Отсутствие зелени и короткий световой день – все это серьезно сказывается на здоровье людей и в особенности психическом. Приближающуюся полярную ночь новаренгойцы уже ощущают вместе с подавленным настроением. Мы выяснили, что нужно сделать, чтобы справиться с депрессией. Проснулись и уже ничего не хочется. Будьте осторожны. Подавленность, апатия и слабость – вот три основных признака депрессии. Ямальцы, как никто другой в России, ощущают ее на себе. Виной тому затяжные холода, серость и, конечно, отсутствие солнца. Безусловно, полярная ночь на нас всех влияет, мы все живые организмы. Когда мы с вами испытываем солнечный свет, у нас, соответственно, вырабатываются определенные витамины. Это там витамин Д3. И, соответственно, определенный ряд гормонов, эндорфинов вырабатывается. Что является таким тревожащим признаком? Во-первых, когда вы стали спать более 10 часов, когда ничего не радует, такая гедония вообще, ничто не приносит удовольствия. Усталость. Как будто вы, например, могли спать всю ночь, но при этом есть ощущение, что вообще никак не отдохнули. Усталость, раздражительность, критичность, такая придирчивость даже ко всем. Если такое состояние у вас длится более уже двух недель, то это скорее свидетельствует о проявлении действительно клинической депрессии. Тот, кто ощутил всю тяжесть хмурых осенних будней, обычно не любит о себе рассказывать и показывать лицо. Но историю одной из жительниц Нового Уренгоя нам удалось услышать. Все началось с того, что утром я просто не могла подняться с постели. Вроде бы ложилась рана, но просыпалась абсолютно распита и уже уставшая. Ночью снились кошмары. Часто просыпалась и не могла уснуть. Потом на работе стала рассеянной, путала даты и время. В общем, неизвестно, чем бы все закончилось. Тревога постоянная, слезы по поводу и без. Ненавидела понедельники. Люди вокруг стали раздражать. Захотелось выпить, покурить, сделать хоть что-то, чтобы выйти из этого состояния. В первое время просто лежала, ничего не делала. Не знала, что и как делать. Не понимала, чего мне хочется. Сложно было. К тому же время года. Раздражало мне столько холод, как темнота и так весь день. В итоге поняла, что больше не могу. Пришлось пить антидепрессанты. Как правило, заболевание начинается именно с отрицания. Не хочу. Не хочу на работу, даже если она была любимой. Не хочу общаться с людьми, делать повседневные дела, есть, спать и гулять. Окружающий мир становится просто неинтересным. Если быть внимательным, человека в таком состоянии можно распознать. Становится каким-то подавленным, становится малообщительным, замкнутым, неразговорчивым. Появляются какие-то сложности в концентрации на работе, сложности, отсутствие желания что-либо делать дома. То есть становится видно, что характер, как будто характер человека в чем-то поменялся. Конечно, профилактировать депрессию можно и нужно. Возможно, пока у вас просто хандра. Но как выйти из этого состояния? Вот несколько советов. Во-первых, больше двигайтесь. Гуляйте на свежем воздухе. Разглядывайте детали окружающего мира. Будьте в моменте. Второй совет. Принимайте витамины А, В, С и Д. Не забывайте об овощах и фруктах, а также о полезных продуктах, богатых кальцием, железом, магнием. Ну, конечно, самый главный совет. Ловите солнце, пока оно есть. Не ленитесь выходить с работы на улицу во время обеденного перерыва. Да и само рабочее место сделайте максимально светлым. Не зря говорят, что депрессия боится света, поэтому, безусловно, нужно стараться как можно больше находиться в достаточно освещенных местах. То есть дома обязательно, чтобы все было полностью освещено и был естественный, по возможности, конечно же, свет. Создайте уют внутри и снаружи. Внутри на физическом уровне, на эмоциональном уровне. Что вам приносит удовольствие? Поисследуйте себя. Сделайте небольшой такой аудит того, что приносит вам радость. Что не успели сделать летом? Доделайте это осенью. То есть немножко продлите как будто планы лета на свою осень. Снаружи, например, это может быть какая-нибудь перестановка. Накиньте уютный плед на диван. Добавьте каких-то новых впечатлений. Дом, работа. Но есть ведь еще и хобби. Придумайте себе занятие по душе. Если вы занимаетесь чем-то таким, что такой деятельностью, которая вам приносит удовольствие, то вы как бы априори уже стойко будете противостоять вот той депрессии, той длительной полярной ночи, которая будет приближаться в ближайшее время. А еще общайтесь с родными, близкими, друзьями, с теми, кто вам приятен. Если же симптомы подавленности длятся больше двух недель и вы чувствуете, что уже не можете справиться, обращайтесь за помощью к психологу, психотерапевту или психиатру. Это не стыдно и не страшно. Мир Баранов, Феликс Рассейхин, телерадиокомпания «Сигма», для НУР-24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще одним важным вопросом стала тема с использованными масками, которые также несут риск распространения ковида. Сегодня глава города озвучил эту проблему. Она действительно очень серьезная. Вы, наверное, тоже обращали внимание, что по городу, в каком виде и где только не увидишь маски бэушные. В принципе, это очень опасно, потому что все то, что не уничтожено, это есть инфекция. Очень важно использованные маски обеззараживать и уничтожать, когда не будет рисков распространения коронавирусной инфекции. Какой день недели самый тяжелый и опасный для человека? Вы подумали про понедельник? Но нет, специалисты называют другой день. Признаться, меня удивил их ответ. Об этом и других новостях расскажем в коротком обзоре. Россияне считают самым тяжелым днем недели понедельник. Но психологи уверяют, что это не так. Опасной для психики людей считается пятница. Именно в конце каждой рабочей недели на человека давит груз накопившейся усталости. Он этого может и не ощущать. Чтобы избежать психического и физического срыва, специалисты рекомендуют равномерно распределять нагрузку на каждый день. Новый терминал городского аэропорта построит турецкая компания «Лемак Марашстрой». Именно она в марте стала победителем в конкурсе. Компания может похвастаться строительством международного аэропорта «Миллионника». Новый городской терминал будет оснащен 12 стойками регистрации и тремя трапами. Также появится бас-гейт. Это теплый тоннель для автобусов, который предназначен для посадки и высадки пассажиров на перроне. Участковый ноябрьска Игорь Водзинский представит округ на всероссийском конкурсе «Народный участковый». Мужчина на втором этапе собрал более 13 тысяч голосов, тем самым выбрался в финал. Ямальцы смогут поддержать земляка и на заключительном этапе, который состоится в ноябре. Наш округ занимает лидирующие позиции по рождаемости. Седьмое место среди субъектов России и первое место по Уральскому федеральному округу. Так, за шесть месяцев этого года в нашем округе родились почти 3,5 тысячи детей. Этот показатель практически на 3% выше по сравнению с прошлым годом. Специалисты отмечают, всего 10 регионов могут похвастаться такой тенденцией. Вероника Самошкина, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. Кино, основанное на реальных событиях, все чаще появляется в отечественном кинематографе. Вот и картина «Доктор Лиза» посвящена реальному человеку, врачу Елизавете Глинка. Об этих и других премьерах расскажем в нашем кинообзоре. Фильм «Экстремальная работа» – это комедия с полицейскими в главных ролях. У детективов из-за дела по борьбе с наркотиками никак не получается поймать подозреваемых. И они затевают хитрое дело. Для этого выкупают кафе и начинают работать под прикрытием. Внезапно еда, приготовленная копами, становится популярной. Говорят, фильм смешной, но специфический. Если вам по нраву корейский колорит, посмотрите. Пленных не берем. А вы что за клоуны? Мед в каждый дом. Вот мой девиз. Жареные курочки в каждый дом. А это наш девиз. Биографическая лента «Доктор Лиза» посвящена одному дню из жизни врача Елизаветы Глинки. В декабре 2016 года российская правозащитница и еще 91 человек погибли в авиакатастрофе во время перевозки гуманитарной помощи в Сирию. И вот спустя 4 года выходит фильм об этой неординарной женщине. Но, предупреждаю, не ждите реконструкции трагических событий. Фильм совсем о другом. Ты совсем скатушен светил, нет? Денис, я взяла, я верну. У меня есть запись, когда вы идете наблюдение, где вы выходите из кабинета в больницу. И что-то так каждый день? Че? Помогаешь всем этим людям? Ну, как они же люди. Ну, а ты б тебе не помогал? Волшебные новости для тех, кто знает, что такое вселенная Хаяо Миядзаки. Да, сейчас фанаты аниме просто не поверят своим ушам. Легендарный японский шедевр, снятый еще в 88-м году, выйдет на большие экраны в газовой столице. Это полнометражный мультфильм «Мой сосед Тотар». Сейчас те, кто не в теме, скажут, что аниме просто знайте. Каждая картина, снятая Миядзаки, это не столько мультик, сколько глубокий по смыслу нарисованный фильм. Мы! Мы превратились в ветер! Мэй, потерялась! Я ее же везде искала! Пожалуйста, найди ее! Чего нам всем не хватает в это непростое время пандемии коронавируса? Да, пожалуй, легкости и спокойствия. Если хотите отвлечься от всех забот, вот вам фильм для просмотра в семейном кругу. Чудо-детки и путевые волшебники. Как туда попасть? Частица-кристалла! Еще выше! Что еще? Боюсь, что так. Чаще обнимайте родных, смотрите хорошие фильмы и наш кинобзор. Вербаранова, Феликс Россихин, телерадиокомпания «Сигма», для НУР24. В Новом Уренгое есть город в городе. Взрослых туда не пускают. Это место только для детей. 70 квадратных метров, заставленных конструкторами лего. Это бизнес Олега Васильева. Он открыл его в торговом центре «Солнечный» по франшизе. Порядка 100 наборов точно есть. Хогвардс напротив пожарной станции – космодром по соседству с исследователями Арктики. Первый и единственный легород в Новом Уренгое появился год назад. Его мэр Олег Васильев работал в сфере продаж и решил открыть свое дело. Опыта у начинающего предпринимателя не было. Зато желанием хоть отбавляем. В нашем городе это такая боль для родителей, что некуда сходить, порадовать своих деток. И решил поработать в этом направлении. Также являюсь отцом двоих детей. И испытываю тоже такую потребность, чтобы сводить детей, порадовать их как-то. Особых сложностей с открытием не возникло. Были определенные требования к помещению. Все-таки бизнес связан с детьми. Размещаться решили в Солнечном, на третьем этаже. Здесь комфортно, а рядом есть детские магазины. Первый год работы оказался для предпринимателя серьезным испытанием. Из-за пандемии городок несколько месяцев простоял закрытым. Но Олег Васильев настроен позитивно и хочет расширяться. Главное, что в торговый центр вернулись люди. Число постоянных посетителей даже увеличилось. Такого формата заведения, как Солнечное, оно единственное. Все-таки, не хочу никого обидеть, но другие торговые центры, они по принципу крытого рынка используются. Здесь все равно созданы условия для развлечения, для фудкортов, большая зона. То есть люди могут сходить за покупками, тут же покушать всей семьей вместе. Открывая свой бизнес, нужно просчитать все возможные риски, советует предприниматель. В первую очередь затраты и прибыльность. Если не получается, лучше обратиться к специалистам. В Солнечном такие есть. Посоветуют хорошую франшизу, подберут подходящую площадь для аренды. Сфера детского досуга в Новом Уренгое направление очень перспективное. В том же Солнечном можно обустроить веревочный городок или батутный центр. Были бы желающие. Юлия Пегушина, Феликс Рассехин, телерадиокомпания «Сигма», для НУР-24. А сейчас наш информационный блок продолжит программа «Патруль». Слово Гумару Халдарова. У меня же все новости к этому часу. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!